Привет, YouTube! И в этом выпуске просто уникальнейший момент на моем канале. Я, Кать Консова, на ваших глазах пройду сеанс регросологии за 6 тысяч рублей, увижу свою прошлую и даже будущую жизнь и попробую не свихнуться. Ребята, не бойтесь, я еще в адеквате, в отличие от конца этого видео. Но начну по порядку. Помните Анфису Чехову? Может быть, вы ее помните как ведущую, как блогера или просто там медийного персонажа. Но лично я вспоминаю ее обычно по просто гениальным инфопродуктам. Сначала она родила путеводителей к легкости для похудения с удовольствием. Затем путеводители к миру без паники. Чтобы снять паничку со всей России в режиме онлайн. А тут бац и выплюнула путеводители в красивую жизнь. Вау, пути Анфисы неисповедимы, да? Я аж икнула, знаете, от неожиданности. Особенно, когда прочитала сверху загадочное слово. Регрессия. Это мать его что такое регресс, а? Очевидно, что не дальний родственник слово деградация, да? Я, как обычный обыватель, решила построить логическую цепочку. В каждом из марафонов Анфиса приглашала экспертов. И среди просветленных нутрицитологов и опытных глистогонцев в обоих проектах указан регрессолог. Тут же Анфиса постит фоточку в Леопарде и очочах от Версачи. Там сообщают, что регрессия это не мистика и не магия. Это психология работы с подсознанием. Но классическая психология это долго, что аж жопа на кушетке запотеет, так как говорится. А регрессия, регрессионный, простите, гипноз, это погружение в прошлые жизни и встреча с высшим я. На раз, два и, собственно, готово. А народ в комментах тем временем интересуется, что за чушь вы несете, уважаемые. Извините, но это еще ни одному человеку не представилось возможным. Войти в подсознание все это придумывает наше сознание на основе прошлого опыта. И пока я хлопала, значит, глазками, не решаясь зайти в гугл и прочитать про переселение душ, Анфиса взяла под ручку-подружку регрессолога и разбила все аргументы четким видеоответом. Ир, вот некоторые люди считают, что регрессия это выдумка ума. Вот ты лег, что-то себе нафантазировал и вовсе это не могло быть в прошлой жизни. Что ты можешь на это ответить? Несколько аргументов в пользу того, что регрессия это не выдумка. Во-первых, если вы что-то фантазируете, ну согласитесь, вы не испытываете в этот момент каких-то эмоций, вы не плачете, вы не кричите. Во время регрессии вы испытываете целый спектр самых разных эмоций. У меня девушка рожала во время регрессии, у нее схватки были. Например, у меня была история, когда девушка увидела себя лежащей на печке каким-то там бедным больным человеком. Она говорила, боже, боже, какая печка горячая, мне так жжет спину, можно я слезу с печки? Я говорю, конечно, слезай. Конечно, пусть слезает бедненькая, только нам-то это зачем? Но тут подлетает приглашение заполнить анкету на продающий вебинар. В анонсе значится, что Анфиса и ее подруга-регрессолог Ирина Эсмонд долго думали, чего это они такие, да, люди успешные, а другие не очень. Виной всему самооценка, которая тянет с собой и проблемы в карьере, личной жизни. И все это безденежье. А поможет во всем этом регрессология, крестовый поход в прошлой жизни. Многие люди жалуются, что как бы они ни старались, но никак не могут начать хорошо зарабатывать. Скажи, пожалуйста, могут ли быть причины такого безденежья в прошлых жизнях человека? Конечно, могут. И таких случаев у меня было много. Была девушка, которая никак не могла заработать денег. Мы с ней провели регрессию. Она увидела, конечно, очень красивую историю. Она была женой очень состоятельного мужчины. У нее был замок, слуги, муж, любимый ребенок. Чтобы я разжила. Но в какой-то момент случилась то ли война, то ли какие-то там трагические события, и она потеряла мужа и ребенка. И все эти богатства для нее потеряли какой-либо смысл. Она стала отшельницей, жила в каком-то маленьком домике на опушке леса, медитировала, пила талую воду и так далее. В общем, эта программа, что мне не нужны деньги, мне не нужны богатства, она заложилась, ну, как бы зародилась еще тогда. Но не забывайте, насколько вы себя оцениваете, ровно столько вы и зарабатываете. Повыся свою самооценку, вы повысите и свой уровень жизни. А в этом как раз очень хорошо помогает регрессия. Я приглашаю вас на откровенный разговор. Высокая самооценка, красивая жизнь. Я, конечно же, пригласилась на откровенный разговор. Ну, что, бесплатно же, да? И попала прямиком на длиннющий вебинар, где продолжила искать ответ на вопрос, что такое регрессология в устах Анфисы и ее подруги. Понимаете, я так больше не могу. Почему я должна терпеть это в своем доме от моего мужчины и ребенка? Сколько вас в семье? Нас четверо. С двумя я уже не разговариваю. Я говорю ей, я вижу, кому ты ставишь лайки. Я против. Я включил телевизор после папы, а там такое. Я просто на грани. Есть только один способ спасти вашу семью. Добрый день. Знаете такое выражение «трое в лодке, не считая собаки»? Сегодня разберемся. Поехали. В студии нашей передачи семейная пара. Константин и Екатерина, чей семейный союз катится в... В тар-тарары. Именно. Передадим слово Константину. Понимаете, у меня есть своя личная жизнь. Мой планшет. Она тогда заходит и начинает там ширудить. И ищет сами знаете что. Да я просто зашла в планшет, включаю. А там все это, такое непонятное и громко. Один рок. Ну, люблю я такое. А ты вот сама кому лайки ставишь? Я вообще молчу. Ну да. Я люблю больше народных исполнителей. Что вот на такого? Но по-настоящему разобраться в проблеме нам поможет свидетель. Сын семейства. Марк. Который видел самое страшное. Я включил телевизор после папы, а там такое. Что там, что? А там опять эти странные сериалы. Самые вы странные. Вот на генопоиске очень много хороших сериалов. Я вот, например, премьеры смотрю. Конец света и монастырь. Я же говорила. Нет, чтобы хоть одну романтическую комедию включить. Так что вы делите? Я не пойму. Как что? Костину подписку. Так, стоп. Никаких ссор и паники. С подпиской Плюс Мульти можно добавить несколько близких и поделиться с ними тем, что понравится именно им. Поэтому каждый может слушать и смотреть, что придется по душе. Я могу слушать и лайкать Сергея Лазарева? Наконец-то буду слушать один рамштайн. И мультик про белок для меня. Плюс Мульти дает возможность подключить до трех близких прямо в одной подписке. Каждый получит доступ к сервисам, входящим в Плюс Мульти, кинопоиску, Яндекс.Музыке и возможностью наслаждаться той музыкой и фильмами, которую ему по душе. Также подписка дает возможность копить баллы кэшбэка в сервисах Яндекса, входящих в Плюс. Баллы потом можно тратить на покупки и заказы в этих же сервисах. А какие условия? Если есть подписка, добавить трех близких можно бесплатно. А новые пользователи и те, у кого Плюс сейчас не активен, могут оформить 60 дней Плюса Мульти бесплатно по промокоду. Переходите по ссылке в описании. Мне нравится. Ну вот это я понимаю. И мне. Что ж, мы спасли еще одну российскую семью с помощью Плюса Мульти. Тут такое дело, а меня добавите раз бесплатно? А историю этого молодого человека мы узнаем в следующем выпуске. Не переключайтесь. Игрессология, она вообще основана на теории реинкарнации. То есть она говорит о том, что каждый из нас, каждая душа проживает очень-очень много разных, самых разных жизней. Вы могли быть и маньяком, могли быть святым, могли быть, я не знаю, королем, предводителем. То есть у вашей души был самый-самый разный опыт. И все это записано на диск, который называется «Ваше подсознание». Там можно просто покопаться, вспомнить и достать. Ученые утверждают, что в среднем мы проживаем 400 тысяч осознанных жизней. Это когда мы в человеческом обличии. А еще там бываем жучками, червячками. Это 8 миллионов. Камушек, цветочек. Я никогда не видела ни одну неосознанную жизнь. А вот мои подруги видели себя гусеничками, динозаврами. Я увидела несколько своих прошлых жизней, в которых я была животным. В одной я очень хорошо помню, я была какой-то крупной рыбой. И меня перерезал винт от какого-то плавсредства. И так я умерла. Потом у меня была какая-то птица. И тоже была история. Я умерла. Я умирала много-много раз. А не Блиновская ли случайно та самая приятельница? Хотя нет, Лена погибла тогда под винтом вот того плавсредства, да? Помните, когда ловила приходы на ретрите под кактусами? А про это, если вы вдруг не поняли о чем я, я рассказывала в прошлом ролике. Наши же деградологи и без допинга справляются. И видят истории ничуть не хуже, я вам скажу. Одна была жизнь, где я просто из-за секса там у меня заболел там венерической болезнью. И нас сожгли там в племени. Другая жизнь была, что я была жрицей фараоновой, которая с богами общалась, с девственницей. А занялась сексом, дар пропал. И все наше государство рухнуло. И, в общем, ужас. Окей, но это еще не все. Когда я была в индийском воплощении, то есть идеальной женщиной, да? У меня была, я была женой правителя Раджастана. Я видела 12-13 век. Там деревья вода. В Раджастане сейчас пустыня, там нет деревьев и воды. Захожу в Википедию, в 12-13 веке там была вода, уже после регрессии. Моего сына звали Раджа. Я захожу в Википедию, там был правитель, Раджа Раджи назывался он. Фантазер, ты меня называла. Фантазер, король Раджастана. Извините, конечно, я паршиво пою, зато девчонки отлично продают. Посвятив основы регрессологии, они начали показывать тарифы курса и объяснять, как же регрессология поможет поднять самооценку. Конечно, что там были тарифы и за 50К, за 13 для мажоров. Я остановилась на изучении базового тарифа за 5 990 рублей. Стиль такой, знаете, регрессионный, нищеброт. Так вот, и представьте себе, там мне наобещали маленькую регрессию на избавление от комплексов. Я такая, вау, еще большие регрессии, где я побываю в прошлой жизни и в собственном будущем и задам вопрос духовному учителю. Как бы, не кухры-мухры, да? Я уже почти нажала купить, но решила поинтересоваться компетентностью персоны Ирины Эсмонт, которую так продвигает Анфиса. Просто в сети этих регрессологов, как собак не кормленных. Есть регрессолог с даром ясновидения, есть здравомыслящий мистик, есть написавшая в прошлой жизни Шерлока. Моя ж ты, Артушка Конан-Дойльщица, да? Есть танцующий регрессолог-миллионер, есть Ольга-регрессолог. Но имя Оля тоже солидно звучит. Почему тогда Ирина самая-самая? Но не потому что же, что Анфиса имеет процент с продаж курса. Или потому что? Короче, ответ нашелся в профиле. Дорогие друзья, меня зовут Ирина Эсмонт. Я регрессолог. Много лет я создавала знаменитое шоу про экстрасенсов. На моих глазах творились настоящие чудеса, которые меняли судьбы людей. И однажды моя необычная работа привела меня на регрессию. Я была потрясена. Впечатления были настолько мощными, что моя жизнь перевернулась. Я решила сама помогать людям. Я занялась психологией и стала регрессологом. В общем, дорогие друзья, регрессии на самом деле творят чудеса. И я в этом давно убедилась. Аааа, шоу про экстрасенсов? Понятно. Те самые, да, где ты по багажникам шаришься и дышишь на ладан. Ну да, все же знают, что там чистая магическая правда с Маратом Башаровым, помогающим потом продавать в инсте всякую сань. Словом, я согласилась, что Ирина вот этот экспертный эксперт и купила регрессию. И тут поясню. Я специально вошла туда без всякой базы. Я решила не читать мнение критиков и даже пресловутую Википедию, чтобы не сбивать себя с вот этого пути. Я даже не прочла, что такое регрессия по своей сути-то. Ну, то есть, я не знала, будет это видео, текст, музыка, или мне надиктуют рецепт отвары из картофельных очисток. И да, предупреждаю. Это сугубо мои впечатления и мое личное мнение. И вот как это было. Так, Максим, короче, я открываю этот курс. У нас тут такая, знаешь, плашечка. Смотри, тариф базовый. Будет, короче, две регрессии. Так, в общем, мы сейчас с тобой узнаем, за что мы заплатили 6 тысяч рублей. Я, если честно, уже посмотрела даже вводный урок. Я знаю, что так. Я должна, короче, расслабиться, сидеть или лежать. Буду сидеть, ладно? У меня вот как раз это. Здесь, на этом кресле. Так, ладно. Первая регрессия называется «Избавление от комплексов». Я туда еще не заглядываю. Так, ну что, открываем? Давай, торжественно открываем. Тарам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бля. Так, ты сейчас будешь ржать. Что там? Это голосовушка. Это реально голосовушка на 10 минут. Как у Блиновской. Ой, не знаю. Не знаю. Давай включать. Порежешь там, ладно, для скорости. Так, все, поехали. Всем привет. Сейчас мы с вами сделаем очень эффективную практику, которая позволит вам избавиться от ваших врагов, от ваших внутренних блоков и комплексов. Закрывайте глаза и настраивайтесь на работу. Вы можете сесть, а лучше лечь. Найдите самое подходящее положение для вашего тела. И с каждым следующим вдохом и выдохом вы можете погружаться все глубже и глубже. Приятное, комфортное состояние транса. Почувствуйте, посмотрите, в каком месте вашего тела засело вечное недовольство собой, недовольство своей внешностью, недовольство своим телом. Вы можете почувствовать, увидеть, ощутить, как в вашей левой руке появляется камень. Эта ненужная, чужеродная, разрушительная энергия перетекает из вас в этот камень. Я попрошу вас бросить этот камень в большое, чистое, прозрачное озеро. Вы избавились от комплексов и блоков, которые не давали легко и свободно циркулировать ваши энергии. Произошла большая энергетическая работа. Слышь какой. Ну что, как ты? Как, как? Я в ахере. Нет, дальше я, конечно, как заведенная повторяла. И это все? И это все? Но мы поняли, что зря развонялись. Это же была всего лишь малюсенькая регрессия. Нас ждало продолжение. Поход в прошлую жизнь и поход в будущую. Как бы самооценка еще не поднята полностью, мы только дунули-плюнули. И хоть порядок регрессии был иной, я решила начать с прошлой жизни. То есть самой голосовушки, мать ее, на 2 часа и 18 минут. С вашего позволения сокращу до самой сути и визуализирую, чтобы вы не откинулись от томности происходящего. Итак, понеслась. Итак, сейчас мы с вами отправляемся в прошлые жизни. Вы будете вспоминать свой очень хороший опыт и заберете этот замечательный опыт с собой в свою текущую жизнь. Вы можете довериться своей способности видеть образы, относящиеся к разному времени, к разным местам. И путешествуя на облаке времени, вы приближаетесь все ближе и ближе к тому месту, где вы когда-то жили. Вы можете увидеть, где вы находитесь. А теперь переведите внимание на свои ноги, почувствуйте, ощутите свою одежду. Вы мужчина, женщина, ребенок? Кто вы? Есть ли у вас семья? Вы бедны или богаты? И к вам может прийти понимание, как вас зовут. Первое, что проявится. Мы принимаем за ответ первое, что проявится в нашей голове. Я каменщик, работаю три дня без выходных, стою на зеленой поляне, меня зовут Марк. Ну, это реально первое, что появилось в моей голове. И вовсе, конечно же, не потому, что мой сын часто играет в Майнкрафт. Я извиняюсь за свое подсознание, на меня не стоит равняться. И вот как бы минула половина голосовушки с огромными паузами и тысячей однотипных вопросов по типу «Кто сидит за столом с вами? Чем вы занимаетесь? Кто лежал на вашей кровати и помял ее?» И таким вот макаром мы промчались сквозь года, сквозь самые важные дни жизни, пока не случился йог. Вы легко перемещаетесь по важным моментам этой жизни. И вы переходите в последний день вашей прошлой жизни. Отчего вы умираете? Какая ваша последняя мысль? Вы, может быть, увидите свое надгробие. Дайте той жизни, тому времени полностью исцелиться. И в этом вам будут помогать особые целители мира Духа, призванные исцелять. Мы просим проявиться вашего наставника и ответить на важные для вас вопросы. И тут я реально кое-что увидела. Мой каменщик погибает при странных обстоятельствах от рук грабителя. Он лежит на асфальте, и над ним склоняется его племянник. Он ему почти как сын. И сквозь последние потуки жизни с моих уст слетает напутствие. По-моему, это было что-то. С великой силой приходит великая ответственность. Реально круто. Такое даже не выдумаешь, да? А дальше все. Темнота. Ну, после я еще, конечно, задала три вопроса духовному учителю. Ну, там, типа. Когда монетизация Ютуба вернется в Россию? Когда турецкие строители доделают черт его возьми ремонт в моей квартире? Когда решится проблема дураков и дорог? Учитель ответил словом Никогда. И утоп в реке времени. Знаете, у меня осталось какое-то странное послевкусие кринжа. Но Ирина меня успокоила. Кринж пройдет, а эффект проявится. Ну, года через два, например. Если у вас не получилась с первого раза регрессия, вы ее купили, но она не получилась, вы можете пытаться ее делать хоть каждый день. Каждый день просто выделяйте время на это, силы, возможности, и у вас обязательно получится. Какие-то процессы осуществятся прямо во время сеанса, но какие-то долгоиграющие процессы, они будут происходить с вами дальше. То есть в вас активируются энергетические процессы, которые будут работать в течение двух лет. Это не отговорка. Это реальное объяснение. Ваша душа знает про вас гораздо больше. И после каждой сессии, после каждого сеанса, вы получите ровно столько, сколько способна принять, воспринять и вынести ваша душа. Каждый день по два часа слушать регрессию. Звучит волшебно, особенно если живешь с адекватными людьми в доме. Нам тут говорили, что традиционная психотерапия дает эффект через много лет. Слава богу, что регрессия уж точно распакуется через два года. Но погодите-ка, это же не все. Что мне дали за 6 тысяч рубликов? У нас еще есть прогрессия, полет в будущей жизни. И уж там-то будет все круче. Решила я и подключила. И сейчас я прошу вас почувствовать, что ваша сияющая сфера света перемещает вас в особый круглый зал. Постепенно проявляются две двери. И за одной из этих дверей наиболее вероятное будущее вашей текущей жизни. Это то будущее, которое вас ждет, если вы ничего не станете менять в себе и своей жизни. И может проявиться вторая дверь, за которой ваш максимально реализованный потенциал текущей жизни. За этой второй дверью то будущее, которое ждет вас, если приложите усилия, чтобы изменить свою жизнь, повысить свою самооценку, если вы будете работать над собой. Значит, зал. Там два стула. Один с пиками точенными, другой с калачами крученными. Ладно, две двери. И вот я вошла в одну и словила легкое дежавю. Послушайте. Почувствуйте свое тело, ощутите свои ноги, какая одежда на вас в этот момент, сколько вам лет по ощущениям, как вы выглядите в этот момент в своей нынешней текущей жизни, где вы находитесь прямо сейчас, кто находится рядом с вами. И вы можете видеть, чувствовать и знать, с кем вы сидите за столом. Так, ну, уважаемые регросологи и регросологини в комментариях, я правильно понимаю, что курс от Анфисы Чеховой и ее подруги – это 3-4 часа отборных медитативных голосовушек с томными паузами, по сюжету которых волшебное облако вас несет то в прошлое, то в будущее. Там вам накидывают вопросы, во что одет, во что обут, какие пацаны сидят с тобой за столом. А вы в полусне рандомизируете персонажа, как в Sims. Можете ему и дом с бассейном заодно собрать. И даже при желании убрать оттуда лестницу. А с богатым воображением можно и кролика из жопы вынуть, и даже ощущения те же пережить. Простите. Ну, а в конце вы задаете три вопроса в светлое дупло, ответы на которые сами же и придумываете. Нет, ну, правда. Или я ошибаюсь в технологии продаж голосовушек за 6, и за 13, и за 50 тысяч рублей. Да, нет. Вы там поправьте меня в комментариях. И вы после этих голосовушек пол-России, значит, королевы Раджастана, тотемные девственницы, Александры Невские, участвующие в ледовом побоище, и Стивы Джобсы, да, в гаражах. ЧСВ прям зашкаливает. На фоне реально может самооценка подняться. Не спорю. Главное, никому не говорить, что вы были, Марлина Мандро. Но самое печальное, что всё это продаёт народу как решение сложных психологических проблем и даже внушают, что именно им могли бы сказать другие люди. Ира, а с какими проблемами к тебе чаще всего обращаются? Топ-3, например, свой. На первом месте, безусловно, взаимоотношения с родителями. Например, если, слава богу, мама и папа живы, и вы не можете высказать им какие-то претензии, мы можем пригласить высшее я, мамы или папы. Вы можете с ним поговорить, высказать всё, что вам хочется и самое главное, услышать ответ. И очень часто люди недоумевают. Он говорит, я никогда не думала или не думала, что мама вот это чувствует или вот это думает. У меня открылись глаза. На втором месте у меня это взаимоотношения, но с противоположным полом. Кстати, я тоже, разбираясь в отношениях с мужчиной, общалась с его высшим я. И, собственно, этот мужчина мне сказал, что, может быть, в этой жизни я недостаточно, показал тебе, насколько много ты для меня сделала. Я не показал тебе, как я тебе благодарен, потому что я в таком теле, в таком мышлении, которое не может этого понять. Но моё высшее я, моя душа тебе очень благодарна. И очень всегда ценно услышать такие слова, потому что в жизни, возможно, вам человек их никогда не скажет. Конечно, блин, не скажет. Ты сама придумала своему бывшему вот это высшее я, и он тебе такой, Анфиса, мы в тот вечер расстались, потому что я тебя, королеву, не потяну, а не потому, что меня пучила. Господи, боже мой, что я купила, что я послушала. У меня мозг просто вскипел от абсурда и степени надувательства. А тем временем, в сети полно школ по обучению регрессии. Обещают сделать из вас высокооплачиваемого регрессолога за пару-тройку месяцев. Нафиг эти годы по обучению традиционному психоанализу. Давайте просто спрашивайте людей, во что они обуты какую поляну видят. И, конечно, идет срач, насколько научно видеть 400 тысяч прошлых воплощений и рожать тоннами ложные воспоминания, которые мы и так рожаем ежесекундно, даже без трансов. Адепты ссылаются на всяких там магических авторитетов американского гипнотерапевта Майкла Ньютона, автора мировых бестселлеров по всяким там вот этим душепереселениям и уважаемого владельца клиники саргрессологии. В доказательность это даже, честно говоря, не полезно, друзья, а то придется ради ролика умереть и переродиться в новом теле. Здесь я поношу личное мое мнение касательно меня и моих ощущений. И для меня рожатьология это полный отказ за огромные бабки. Ну, а я, как обычно, не призываю верить или не верить в прошлые жизни и спрашиваю у вас, купили бы вы вот такие регрессии до и после моего видео, узнав, что там внутри. Обязательно пишите в комментариях, что думаете, делитесь опытом регрессии, если тоже участвовали. Ну, а мы продолжим пробовать другие удивительные методы, как в свое время попробовали стояние на гвоздях. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот ролик до конца. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, потому что это все помогает поднимать видео в топ. Я вас всех очень люблю. Мы прощаемся с вами совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Пока-пока.